Продолжение следует... ...интересного, крутого open source, который пишется в России, в Иране, в Китае, о котором не знают на Западе. И именно поэтому я захотел сделать этот доклад. Я захотел людей научить делать их проекты популярными, потому что действительно есть объективная проблема. Огонь. Есть объективная проблема, что куча людей делают интересные вещи, но их не знают. Потому что большинство известного open source написаны людьми на Западе, людьми, которые знают западных людей. И именно поэтому я хочу сделать этот доклад. Я работаю в компании Zlamarciani, где я занимаюсь фронтендом и open source как раз. И сегодня я буду рассказывать не базовый совет, а сегодня я буду делиться моим реальным опытом. Многие знают меня как разработчик автопринфиксера, постсс и других инструментов. И многие думают, что у меня очень много популярного open source, но это очередная ложь, которую я сегодня буду развивать. На самом деле я очень неудачный open source разработчик, большинство моих open source проектов не удались. И я не буду вам говорить о том, что вы должны писать open source, как вы можете подумать, потому что это не так. Меня обманули в свое время, и это был очень неприятный обман. Я не буду вам говорить о том, что вам нужно open source, чтобы найти работу. Это тоже не совсем так. Дело в том, что реально open source сильно отличается от того, что мы представляем у себя в голове. Во-первых, не делайте open source, чтобы стать популярными. У вас, скорее всего, не получится. Есть огромное количество очень популярных проектов, мейнтейнеры которых не популярны. А популярные разработчики в основном те, кто пишут статьи и выступают. Поэтому, если хотите стать популярными, пишите статьи и выступайте. Второй момент. Не думайте, что ваши open source проекты — это очень круто для поиска работы. Давайте представим прямо. Вот вы потратили месяц, написали крутой open source, и, скорее всего, даже если он очень крутой, вы получите всего один лайк, одну звездочку от вашей мамы. Потому что, к сожалению, реальный мир вот так работает. Хорошие проекты не обязательно популярны. А с другой стороны, за две недели вы очень легко получите коммит в Бэйбель. И человек, который будет вас нанимать, он не полезет смотреть, что именно это был за коммит, поэтому вы можете просто слово одно исправить, и у вас уже коммит в Бэйбель. Поэтому, если хотите найти работу, то вместо open source лучше напишите приложение, напишите игру, вот любая, которая вам нравится, исправьте документацию. В этом вы гораздо лучше, чем мейнтейнер, потому что мейнтейнер разбирается в проекте, и он не понимает, как объяснить тем, кому то не разбирается, он же разбирается. А вы как раз лучше всего разбираетесь в этой задаче, потому что вы не разбираетесь в проекте. Вы пришли, ничего не поняли, и опа, это хороший момент, чтобы законтрибьютить. Потому что вы то, что не поняли, потом разобрались, вы можете объяснить это теперь нормально. Или используйте бета-версию. Страдайте и исправляйте. Самый простой способ. На бета-версии постоянно вывлазят баги, и просто перейдя на бетку Бэйбеля, очень легко там собрать сотни коммитов и там за полгода войти в core team. Какой же у нас лучший смысл делать open source? Смысл сделать open source, если вы хотите исправить мир. Вот это самый лучший подход, чтобы делать open source. Было очень много докладов о том, как нужно писать CSS-префиксы. Было очень много статей, как нужно писать CSS-префиксы. Но они ничего не меняли. Потому что, к сожалению, доклады и статьи, они вдохновляют. Но о них забываешь, когда ты пишешь реальный код. Автопрефиксер изменил эту проблему. Поэтому open source действительно позволяет изменить мир. Но, к сожалению, не дает вам популярности. Например, какие были у меня причины? У автопрефиксера была очень простая причина — убить компас. Вот очень простая, четкая причина, она выполнилась. Я очень рад. У пост-сс была другая причина. Я хотел более увеличить разнообразие CSS-инструментов, чтобы они были разные, необычные, клевые. Это получилось так себе. Много было всего интересного создано, но, к сожалению, CSS-комьюнити, JavaScript-комьюнити вцепилась в смертельную хватку по поводу CSS-нгс. Теперь друга ненавидят, общаться нельзя. А мы оказались ровно посредине, потому что у нас JavaScript-инструмент для CSS-а. Ну, сами понимаете. И, например, у меня был другой. У Science Limit была задача уменьшить размер библиотек, чтобы фронтенд стал меньше. Но, к сожалению, как мы все знаем, с огромными мегамайтными сайтами это не произошло. Окей. Вы, наверное, думаете, что дальше я расскажу свои главные ошибки. Это правильно. Моя главная ошибка в том, как я продвигал свой open source, была то, что я не сделал английский аккаунт. Как вы видите, это анонс автопрефиксера, несмотря на то, что слайды написаны на английский, для спикеров, кто у нас говорит по-английски, твит на русском, потому что английского твита не было. У меня не было английского аккаунта. И, как следствие, некому, когда люди начали пользоваться автопрефиксером, они не могли рассказать, кто это сделал. Они не могли посоветовать, на кого подписаться. А кому-то сказать про какие-то спасибо, либо про ошибки. Вот это очень важный момент. Я не верю, что open source в нем главная идея. Это вот как в стартапах. В стартапах главная не идея. Там нельзя сказать, что у меня идея за миллион, давайте вы будете работать. То же самое и open source. В open source самое важное – это популярность проекта. Она зависит от вашей популярности, от сил вложенных в продвижение, от пользы для пользователя и удачи. И вот вы видите, уже есть довольно определенная шизофренная система, что популярность проекта зависит от вашей популярности. А ваша популярность зависит от популярности проекта. И именно поэтому нужно создать англоязычный твиттер. Англоязычный твиттер будет такой переливной станцией. Если у вас что-то получилось, какой-то проект, либо какая-то статья, она накидывает вам подписчиков. А потом, когда вы запускаете новый проект, вы вот те подписчики, которые собрали предыдущими проектами, передаете дальше. Ну и так по кругу. И это очень важное явление. Окей. Вы, наверное, думаете, что дальше расскажу о том, как писать документацию, документацию, потому что документация действительно важна. Не потому что документация — это хорошо, это понятно, а потому что неважно, как пользователь узнает в вашем продукте, он все равно в итоге придет на вашу Redmi. И то есть Redmi — это посадочная страница. Если у нее что-то сломается, все ваши силы, вложенные в статьи и в маркетинг, разрушатся. И тут главная ошибка. Вот я прошу людей присылать мне их open-source проекты, чтобы помочь им с продвижением. И большинство людей реально думает, что люди читают вот так, за чашечкой кофе, читая каждую строчку. В реальности, давайте вспомним, как мы читаем документацию. Значит, ваши коллеги зовут вас бухать, потому что уже 7 вечера. Ваш директор пообещал вас уволить завтра, если не впереди эту фичу. А вы уже ничего не можете думать, потому что вы не спали всю неделю. И вот в этом состоянии вам нужно впереди какую-то библиотеку. Вы не будете читать ее аккуратно. Вы будете читать ее максимально быстро, просто пытаясь быстренько ответить на вопросы. И как следствие, чтобы люди могли нормально читать вашу документацию, вам нужно сначала их замотивировать ее читать. Вам нужно очень четкое однозначное определение, потому что, когда они приходят на сайт, они уставшие, у них нет времени, и у них нет сил читать вашу документацию. Поэтому если не объясните, зачем ее читать, люди не будут ее читать. Поэтому первая строка очень важна. Кто знает, что такое свелт? Далеко, меньше половины. И одна из причин, вот посмотрите, это их описание на их сайте. Кибернетически расширенные веб-приложения. Что? Ну, то есть, как это может тебе помочь? Вот, например, как мне кажется, нужно написать. Ну, это приблизительный вариант. Свелт — это JavaScript фреймворк. Понятно уже, с чем его сравнивать. У которого уникальный компилятор. Вот тоже уже становится более понятно. С помощью которого мы JavaScript файлы получаемся на предок меньше. И сразу понятны плюсы, особенности, зачем его использовать, с чем его сравнивать. И вот, например, пост-CSS. Это пост-CSS — это инструмент трансформации стилей с помощью JavaScript-плагинов. Мы там умеем линтить CSS, картиночки там инлайнить и так далее. И вот кто нами пользуется. Вот третье предложение, оно очень интересно. Мы потом на нем сфокусируемся. Но это важно, потому что оно показывает вообще, зачем это читать, что это что-то важное. И вот столько времени мы потратили на разработку вот этого маленьких двух абзацев. И примерно столько же времени вы должны тоже вложить в свой проект для того, чтобы получилось очень четкое определение. Его очень сложно написать. Ну вот, другой пример. NanoID. Маленький, секьюрный, URL-френдли. Вот все главные плюсы. Все четко, подназначенно, быстро считывается, даже если у вас прям все горит прямо сейчас. Как сделать самое хорошее определение? Представьте, что вы в баре с друзьями. И вы такие, короче, я тут написал или написала. И вот то, что вы дальше думаете, сократите в два или четыре раза. И вот то, что получится, это уже неплохое начало для описания. Вторая проблема. Многие думают, что будет прочитана каждая строка из этого. В реальности будет прочитано примерно вот это. Но, к сожалению, люди так читают, такова реальность. Поэтому, конечно же, очень сложно. Как объяснить людям что-то, если они не читают вашу документацию? Но ответ для этого тоже есть. Используйте картинки, используйте куски кода. Они считываются быстрее, людям проще их прочитать. Используйте списки. И жирные. Вот смотрите, вот это описание фреймворка. Ну, много текста, да? Понятно, что никто не будет его читать. Даже вы сейчас, наверное, его весь не читаете. Его, скорее всего, прочитают вот так. Ну, даже вот так все понятно. Короче, маленькие быстрые хуки, модулярный реакт-прякт. Все. Это все, что нужно знать. И в таком контексте вам нужно писать. Выделяя самое главное, а если человеку стало интересно, то он вернется и прочитает более подробно. Ну, и в конце документации, после четкого определения, четких смыслов, которые можно прочитать очень быстро, нужно очень четкая пошаговая инструкция, как развертывать проект. Вот, например, не используйте постсс, а проверьте, есть ли у вас уже постсс. Для этого откройте такой-то файл, посмотрите секцию постсс. Если дальше пользователю нужно что-то выбрать, например, если у него нет постсс, то помогите ему с выбором. Если у вас веб-пак, используйте такой-то инструмент и так далее. Нужно прямо очень четко, как... Ну, многие говорят, как для тупых, но это неправильно. Все люди одинаково умные, как для людей, у которых нет времени думать. Для людей, у которых устали, которые не спали неделю. Но проблема в том, что вот это все, это базовые идеи, которые и так всем понятны. У них нет, и они на самом деле не очень-то работают. Реальный секрет в продвижении, он гораздо хитрее. Дело в том, что все мы думаем, многие из нас думают, что мы выбираем проекты рационально на основе всех выборов. Кто использует React на своем проекте? А кто перед этим знал про React? А кто перед запуском проекта проверил, написал демку или бенчмарк на React? Молодец. Респект. К сожалению, рациональный выбор из всех проектов — это ложь. Люди так не работают. Они выбирают иррационально, чаще всего на основе лайков и твитов, исходя из тех опций, которые говорят лидеры мнений. Если лидеры мнений не говорят о этом, но как, например, о свелте, то, соответственно, никто его и не использует. И поэтому, во-первых, очень важно писать, кто вами пользуется. Вот, например, с излимитом мы прям пишем большие имена сверху, и тут есть хитрость. Смотрите, значит, вот вы сделали свой проект, не бойтесь идти в какие-то другие большие проекты и просить заменить зависимость на ваш проект. Типа, вот смотрите, мой проект есть. Там вы очень подробно описываетесь, в чем вы отличаетесь, плюсы. И когда один проект согласился, вы в следующих используете ссылку на него. Что, типа, вы знаете, проект B уже на нас перешел, так что и вам уже нужно, а то как бы будет поздно. Ну, как всегда, вот. Если ты прыгнешь, то и все остальные прыгнут. Вот, например, вот очень важное, самое работающее определение в документации в пост-сс, это то, что нами пользуются Википедия, Твиттера, Лива-Баа. Ну, вот, к сожалению, так это работает. И второй момент. Вам нужно регулярно, не спамить, не постоянно, а вот именно просто регулярно, раз в месяц, например, писать о вашем проекте, что-то делать, чтобы он постоянно появлялся. Например, написать твит о том, что вы его сделали. Потом написать в Reddit, в Hacker News, потом твиты по релизам, потом статью на хабре запилить, посмотреть на комментарии, которым там пишут, полные гнева, злоба и желчи. Потом еще твит, потом на DevTune написать, потом еще твит о том, что вы написали статью на DevTune. На Smashing, короче, выступить по конференции. Хотя вот посмотрите, вам не кажется, что-то странно. Я объясняю вам, как покорить общество, ориентированное на хайпе, через хайп. Ну, как-то мы же не справляем главную проблему. Может быть, здесь что-то другое? Может быть, на самом деле... Извините. Может быть, на самом деле здесь мы не видим картину чего-то большего? Может быть, на самом деле проблема не в продвижении опенсорса, а в том, как мы выбираем? Проблема в том, что я вообще не уверен, что я могу научить людей делать популярный опенсорс. Потому что как можно научить людей сделать популярный опенсорс, если мы выбираем на количество лайков? Поэтому я хочу вам сегодня прочитать совершенно другой доклад. Хочу вам прочитать доклад, как мы убиваем инновации во фронт-энде. Меня зовут Андрей Ситник. Я работаю в компании «Злые марсиане». И я начну с небольшой истории. Это история про Испанскую империю. Испанская империя — это именно та страна, которая профинансировала стартап Колумба на открытии Америки. Многие думают, что Колумб был таким гением, который предвидел, что Земля круглая, а кругом куча необразованных средневековых людей объясняет ему, что она плоская, и она придет с Земли. Самое смешное, что это было не так. А Колумб открыл Америку по случайной ошибке. К примеру, как фронт-эн, знаете, JavaScript и HTML, CSS не создавались для приложений. Дело в том, что Колумб... Тогда все знали, что Земля круглая. Настолько хорошо знали, что даже посчитали ее довольно точный диаметр. И они не собирались финансировать Колумба не потому, что он не мог это сделать, а потому, что расстояние было очень большое. Вспомните, глобус от Испании до Индии очень много, больше, чем половина диаметра Земли. И это невозможно проплыть на тех кораблях. Проблема в том, что Колумб ошибался. Он поверил в расчеты одного ученого, который говорил, что Земля гораздо меньше. И ему повезло. Он открыл новый континент, иначе бы он умер. На этом континенте испанцы нашли не золото, так как многие думают о серебро. И поднялись. Испания была очень богатой. Но проблема в том, что они тратили все это богатство на войны и на свою аристократию, совершенствуя до идеала этикет. И в конце они потеряли все. И давайте посмотрим на нас самих. Дело в том, что то, что происходит в современных технологиях, можно очень хорошо описать с помощью клевого идеи, которая называется Escrivaya. Escrivaya — это любая технология. Она имеет три стадии. На первой стадии в проект никто не верит. Когда я только начинал заниматься open source, мой преподаватель говорил, что я вот тут слышал, что некоторые студенты начали увлекаться фронтендом. Веб-разработка тогда еще фронтенда не было. Так вот, не делайте этого. Это совершенно бессмысленное занятие, которое вас ни к чему не приведет. Вот это примерно вот эта стадия. Потом был буйный рост. Вы помните, все было довольно клево. С каждым годом больше зарплаты, больше конференции. Проблема в том, что сейчас мы на самом конце этой кривой. И скоро инновация остановится. Естественным образом. Просто потому, что мы подходим к ограничению. В этом нет никакой проблемы. Escrivaya всегда останавливается. Уже очень давно не было по-настоящему больших революционных изменений. Hukit — это синтетический сахар. А граф Кьюэллис, таких больших, до сих пор пока не доехал. Проблема в другом. С одной стороны, мы богатые. Мы пьем смузи, ездим на самокатиках. Это нормально. Проблем нет. Проблема в другом. Что мы на этом богатстве развиваем стагнацию. Развиваем ленную стагнацию. Мы выбираем фреймворки по количеству звездочек. Это, к сожалению, так. Вот, например, два проекта. У одного 40 тысяч, другого 10-15. Их загрузок-то у того в 4 раза больше. Это же наверняка более хороший продукт. Его лучше поддерживают, лучше развивают. Бизнес он будет лучше. Проблема в том, что сверху это момент JS, который вообще лучше никогда не использовать. Потому что целого ряда проблем. А ниже есть DTFNS, который очень хороший, всеми продвигается. Дело в том, что момент огромен. Он 200 килобайт. Это огромный размер, примерно в 2-3 раза больше, чем React. А DTFNS — это 29 всех файлов. Но по факту, когда ее минимальный размер 300 байт. В зависимости от того, что именно вы импортируете, у вас и размер этот складывается. И у момент JS еще куча проблем с мутабельностью структуры непредсказуемой и так далее. И вот посмотрите на количество issue. Большинство из них без ответа. Даже сами разработчики момент JS не верят в свой продукт и начали новый. Но тем не менее, по логике звездочек побеждает момент. А должен быть DTFNS. Проблема в том, что мы считаем, что звездочки — это хорошая поддержка. Кто использует CSS Modules? Не бойтесь, я понимаю, что вы уже почитали текст. Дело в том, что он не поддерживается. Очень давно. Как, например, когда-то давно CSS Modules били дерево пост-CSS. Как мы это исправили? Мы писали, мы не отвечали, поэтому я просто приехал на конференцию и нашел одного из мейнтейнеров CSS Modules. И просто все рядом с ними такой, слушай, открывай ноутбук, давай мы это исправим. Мы это начали исправлять и поняли, что один файл ни я, ни он, как мейнтейнер, не понимает. Но тем не менее, это самый популярный проект, который считается готовым для продакшенного использования. Проблема в том, что есть две вещи по части поддерживаемости. С одной стороны, это то, как быстро вам ответят на вопрос, если вы сами не разберетесь. Бесплатно, понятно же, мы же как бы во фронтенде. А второй момент, как быстро исправят код, если там будет ошибка. И вот эти два вопроса, они на самом деле не зависят от количества звездочек. Тут даже хитрее проблема, понимаете, вот я больше всего горжусь за фронтенд, то, что мы победили ИЕ. Мы взяли, все объединились и сказали, что ИЕ мы убьем. И мы победили. ИЕ умер. Сейчас это вот догорающая звезда, даже там Microsoft потеряла. Но проблема в том, что это был рациональный выбор для всех пользователей. Какой им смысл был приходить на Firefox, когда все сайты работали в ИЕ. Когда он был лучше для продакшена. Как мы победим сейчас, если бы мы думали, что было бы с вебом сейчас, если бы мы думали тогда, как думаем сейчас. Мы бы все пользовались ИЕ. И это вот еще хорошо напоминает ситуацию с React. React очень хороший фреймворк, никаких к нему проблем нет. Но посмотрите, как много о нем говорят. Проблема в том, что о нем говорят даже в тех областях, где он не предназначен. Люди гордятся, что используют React для статичных сайтов. Несмотря на то, что React весит примерно 100 килобайт и создает вам фриз на телефонах. При том, что есть куча других решений, которые очень хорошо поддерживаются, у которых офигеннейший девелопинг-экспириенс, и которые идеально подходят. Например, парсель со статичным CSS, со статичным HTML и, может быть, с небольшим JavaScript, который буквально только оживляет какую-нибудь одну кнопку. Это решение будет, например, проще и лучше для бизнеса. Но, к сожалению, меньше звездочек. Мы используем Style Components. Style Components — хорошая идея. Они предложили клево крутых вещей. О том, что они очень медленные и очень большие. Они тачат целый CSS-парсер. На любой перерендер запускается заново парсинг CSS с некоторыми оптимизациями. А вторая проблема — если вы добавляете новый динамический текст-стайл, то в этом случае браузер запускает рендер всей страницы, потому что им нужно понять, на что этот текст-стайл влияет. И у него нету карты в другую сторону. При том, что Style Components — хорошая вещь. Я понимаю, у него есть клевые API. Но есть куча альтернатив. Например, reshadow. Есть линерия. Хотя бы emotion. Но у Style Component больше звездочек, поэтому мы его используем. Проблема в том, что мы идем за лидерами мнений. Если они используют проект X, мы тоже будем использовать, даже если он нам не нужен. И тут проблема не в самих лидерах мнений. Такое происходит всегда. Мне кажется, что проблема в том, что у нас неправильное распределение подписчиков. Понятно, что будут более популярные люди. И нормально, если 20 человек имеет 80% подписчиков. Но сейчас ситуация обратная. 1% имеет 99%. Вот, например, разработчик, текущий мейнтейнер Redux и React Rooter. Ключевых проектов React. Но у него всего 4000 подписчиков. А у создателя Redux, по-моему, 400 тысяч или 100 тысяч. Очевидно, что это странно, потому что он же до сих пор поддерживает Redux. И вот у него должны быть все новости про него. Или другой случай. Трое ребят, двое из них из России, один из Яндекса, придумали сделать очень крутую фичу. Как вы помните, вчера рассказывали про Grid. Господи, на прошлом докладе рассказывали про Grid. И многие ими не пользуются. Одна из причин, потому что Grid не поддерживаются в IE. Но на самом деле IE и придумал Grid. У них была эта спецификация. И вот группа ребят придумала конвертировать новый синтаксис Grid в старый. Они даже придумали конвертировать автопозиционирование. Потому что там есть очень хитрая хитрость через NsElement. Проблема только в том, что Рэйчел заблокировала публикацию в Smashing Magazine. Все, когда готовят доклад смотрят на нее. И как следствие, никто никогда не рассказывал об этой фиче. Большинство людей не знают о том, что можно использовать автопрефиксер для Grid, для того, чтобы пилить его в IE. И тут проблема, опять же, не в том, что Рэйчел лично не любит автопрефиксер. Это нормально. Я ее уважаю. Это хорошее мнение. Проблема это в другом. Проблема нас самих, если он об этом не расскажет, об этом не расскажут другие спикеры, потому что они ориентируются на ее статьи, об этом не узнают конечные пользователи. И это значит, как минимум, что социальные лифты сломаны, что у нас есть из-за ненормального распределения те, кто уже поднялись, они будут до конца наших дней. Новых лидеров никогда не появится, потому что вы о них не узнаете, потому что мы все следим за одними и тем же. И популярность приносит популярность. Вот что главная проблема. И вот такое колесо, да, оно существует, очень часто. Деньги приносят деньги, образование приносит образование, оно много где есть. Но проблема в том, что вместо того, чтобы бороться с ним, мы его поддерживаем. И именно поэтому, мне кажется, фронтенд умирает. Понятно, что эскривая фронтенда закончилась, но явно появится новая. Появятся новые фреймворки на веб-ассембле, появятся новые крутые идеи, появится новая эскривая, как появлялась до этого. Руби тоже умер, но рядом с ним появилась эскривая фронтенда. Но нам нужно создать условия для того, чтобы эскривая могла вырасти из нашего сообщества, чтобы она переняла наши идеи, нашу заботу о доступности, нашу идею о свободе технологий. И чтобы новая эскривая вышла из нас, нам нужно что-то изменить в нашем сообществе. Потому что новая эскривая будет хуже в начале, чем старая. Так было всегда. Да, первый фронтенд был хуже, чем флеша, как вы помните. Но мы верили во фронтенд, именно поэтому победили флеш. И поэтому первая вещь, которую мы должны сделать, это перестать выбирать по звездочкам. Звездочки ничего не значат для вашего бизнеса. Лучше вы, перед тем, как искать какую-то зависимость, не думайте, первое, что приходит в голову, то, что вы увидели в Твиттере. Погуглите на NPM, там наверняка будет очень хороший аналог, у которого более хорошая комьюнити и много других фич. Посмотрите на его размер, например, через хороший сайт бэндл, фобия. Сделайте свой маленький небольшой бенчмарк. Посмотрите, как много ищу без ответа. Вот это самое главное для вашего бизнеса. Это самое главное, что будет влиять на то, как будет развиваться ваш проект. И сделайте маленькое демо. На самом деле, при выборе фреймворка потратите один день, чтобы каждый разработчик сделал демо на разных продуктах и потом сравнить. Лучше, чем целый день спорить без всякого смысла. Важный момент, что большие проекты не означают, что вам помогут. В больших проектах постоянно игнорится ищу. То есть, если у вас будет какая-то проблема, код не исправят. А с другой стороны, в маленьких вам могут ответить за день. Дело в том, что маленький проект это вот как локальное кафе, где вам могут помочь с большей вероятностью, а может быть нет. А с другой стороны, большой проект это как большой бизнес, где, скорее всего, вас будут игнорить. Это очень сильно зависит не от размера, это очень сильно зависит от мотивации мейнтейнера, от состояния комьюнити, от кучи других вещей, которые совершенно никак не связаны с поддержкой. Например, мне кажется, сейчас спросить вопрос про Reason, вы получите ответ гораздо быстрее, чем если спросите вопрос про React, потому что про React, ну, как бы и сам гугли, а про Reason у них очень хорошая комьюнити, которая действительно помогает. А второй момент, на самом деле, фреймворки очень не важны. Если мы вот сейчас переместимся в прошлое, и вы перепишите свой проект, не знаю, даже на Ember, даже на какие-то другие фреймворки, даже на Backbone, то, скорее всего, бизнес это все не заметит. Единственное, что заметят, что вам будет менее стыдно, потому что ваш проект не имеет кучу звездочек. Второй момент. Не используйте одни универсальные проекты, потому что одна универсальная вещь работает всегда хуже, чем какая-то созданная специально для одной задачи. Домашняя еда лучше, чем масс-маркет, созданный на всех людей. Ваша собственная группа, типа группа, которую вы знаете, будет лучше, чем поп-музыка. Если вы делаете статичные сайты, используете парсер, используете свелты, используете бэм, они созданы для этого и они будут отлично вписываться, они будут лучше иметь характеристики именно для бизнеса в контексте производительности и поддерживаемости. Третий момент. Я, по крайней мере, у меня есть правило, стараться не репостить людей, у кого слишком много подписчиков, чтобы не ухудшать вот эту ситуацию с ненормальным распределением. У меня такое правило, что если у человека больше 7 тысяч подписчиков, я два раза подумаю перед тем, как его репостить. И это включая меня. Не репостите меня, репостите новых, молодых людей, которые предлагают интересные идеи, а не старые вещи. И таким образом мы можем создать условия для того, чтобы новая скрывая вырастет. Но для того, чтобы она действительно выросла, нужно, чтобы кто-то начал ее развивать. Поэтому есть несколько еще советов. Первое. Смотрите дальше, чем математика и компьютер сайенс. Мы все здесь обучены математике. Мы вытащили все, что из нее можно. И нового мы не вытащим. И поэтому новая скрывая вряд ли появится на рамках математики. Она, скорее всего, появляется в каких-то смежных областях. Веб появился не потому, что какая-то новая теорема появилась. Веб появился, потому что был столман, которого не нравилось, то, что программное обеспечение становится закрытым, то, что не может его модифицировать. Потому что появился сертиберно-сли, вдохновленный идеями науки. И философия очень часто полезнее, чем математика. Не потому, что науке хуже, а просто потому, что именно в нашей области все дают математику. Там криптография. Она появилась, потому что человек знал экономику. Там очень интересный криптоеос появился, потому что человек знает политику. Но опять же, вся крипта — это развод, конечно же. Пятое. Смотрите шире. Смотрите на более важные вещи, на то, что происходит вокруг, а не на вашей конкретной работе. Например, о том, что зачем вы пытаетесь сделать какую-то клевую анимацию на сайте, если никто не увидит, потому что у нас забанен интернет во всем мире, не только в России. Может быть, вот это надо делать. Может быть, надо посмотреть на систему, которую делают, называется Федерация Веба, распаленные системы, или там CRDT. Или, может быть, надо подумать о том, что несмотря на то, что у нас открытое программное обеспечение, данные, которыми обучаются нейронки, закрыты. Если мы их не откроем, у нас будет снова две-три компании контролировать все, как было во времена ужаса Microsoft. Мы постоянно фокусируемся на метриках. Метрики — это очень клево. Это действительно важно. Это нужно смотреть. Приходите на доклад Иры о злых марсиан, которые расскажут, как использовать метрики. Но метрики не единственные, потому что, когда мы смотрим только на метрики, мы можем сделать Booking.com. Очень хороший по метрикам канал, но не самый удобный, как пользователь. Мы не создадим новый Airbnb, потому что иногда, смотря на метрики, это система оптимизации в локальном поле, вот именно в маленьком месте. Но она не позволяет вам перескочить, не позволяет открыть вам совершенно новый ареал. Метрики не позволят понять вам, что нужно выйти из воды на сушу, чтобы открыть новый мир. Поэтому смотрите шире, смотрите на более интересные задачи. Именно в таком месте вы увидите выход на сушу или полет, или что-то еще, что революционно изменит задачу. И самое главное, не бойтесь, фронтенд, то, что он заканчивается, инновации в нем, это естественный процесс, это не связано с нашим сообществом. Наше сообщество просто мешает вырасти новой идее из этого. Дело в том, что не первая вещь такая происходит. У нас постоянно заканчивают технологии. Java подошла к своему концу, там уже как-то все окуклилось, но опять же, ничего страшного, вот сейчас растет новая, искривая из нее в виде котлина. То же самое и будет у нас. Окончание инноваций не значит, что вам будет меньше платить, что вам будет меньше работы. Все будет хорошо, просто скучнее. Но тут очень важно. Чтобы что-то появилось очень новое, нам нужно перестать бояться, нам нужно начать рисковать, нам нужно делать новые интересные проекты вне оптимизации по мелким метрикам, вне том, о чем говорят лидеры мнений. Нам нужно танцевать на столах. Таким образом, новая скрывая вырастет из нашего мира. На этом все. Вот мои контакты, не подписывайтесь на них, как я уже говорил, не создавайте слишком много культа личности. Напишите мне лучше свой open-service, я вам могу его продвинуть. На этом все. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты говорил быстрее, чем надо, да? Чтобы было больше времени для вопросов. Отлично. У нас на три минуты больше, чем на вопросы. Друзья, поднимайте, пожалуйста, руки, к вам подбегут. Ты сел в самое неудобное место, да? Конечно, это не специально. Надо представиться и задать провокационный вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я тоже занимаюсь обмонсорством, но у меня немножко другое область. У меня C++. А у меня вопрос. Ты же понимаешь, что в C++ комьюнити к фреймворкам, библиотеке и ко всему относятся хуже. А есть какой-то глобальный, ну ладно, не глобальный, локально-глобальный совет, как другим людям жить, у которых не так мейнстримно с фронтендом, а они там сидят и говорят, блин, а у этого проекта, короче, нет кучи звездочек, но вроде им пользуется Вася. Хороший вопрос. На самом деле, это больше тема для автопати, потому что у меня нет опыта C++, и на самом деле, опять же, культ личности, я не могу ответить, лучше спросить того, кто популярен в C++, но мы ответили в следующем. Мне кажется, C++ примерно так же, как и другие технологии, они просто подошли к своему концу, и там просто сложно что-то развить, как во фронтенде. Можно придумать крутую библиотеку, действительно интересную, а ей никто не будет пользоваться. Ну и поэтому, честно говоря, я вот подготовил этот доклад, потому что не знаю, как научить людей создать популярный open source в фронтенде, и поэтому я не могу ответить тебе, как создать его в C++ тоже. Друзья, а кто знает, как ответить на Сашин вопрос? Поднимите руки. Саша, извини. Окей. У меня только один комментарий. C++ живой, все хорошо, мы развиваемся. У нас уже крутина, есть сеть на подходе. Все так митапы проходят в малых залах. У нас здесь большой зал, у нас по-взрослому. Пожалуйста, второй вопрос. Спасибо за доклад. Я вот тоже не заметил желтую полоску. У меня постгас пришел на фронтенд, оказывается. Интересно было послушать, конечно, продвижение по-сорс-проектов. Вопрос такой. Вот эти звездочки, они, конечно, хреново работают, я давно тоже замечаю. И, например, в GitLab они вообще не работают. Там они еще сделаны, интерфейс, нафигово. Что бы ты посоветовал GitLab и GitHub, чтобы какие-то другие метрики, что ли, сделать, чтобы это все улучшить? У меня клиент GitLab, я, в принципе, могу доносить мысли. У меня есть опансорс-проекты, в общем, интересный вопрос. Хороший вопрос. Опять же, я не работаю в GitHub и в GitLab. Мои советы будут как человека непрофессионального. Но вот из того, что я видел, очень круто работает ВКонтакте Огонек. ВКонтакте Огонек это якобы нейронка, мне кажется, за ней стоят настоящие люди, которые продвигают малые неизвестные проекты, которые не собрались в звездочки. И они их возносят. Вот как трендинги, да? Трендинги, на самом деле, очень легко обмануть. Если вы не знаете, можно купить звездочек. Есть сервисы, там за энное количество долларов ты покупаешь звездочки, а чтобы попасть в трендинг нужно примерно 50. В целом у меня друзей хватает, чтобы попасть в трендинг. Но трендинги поэтому работают чуть хуже. А вот если бы они реально брали и интересные проекты показывают, например, Data Protocol. Data Protocol безумно крутой проект. Но никого не приглашают о конференциях, потому что никто о нем не знает. Ну и понятно, что они звездочки не собирают, чтобы выйти. Или там CRDT. У человека, который придумал CRDT, это одно из самых лучших компьютер-сайенс-изобретений вот в 2000-х годах. Это штука, которая немножко пошатнула нашу веру в каптеорему. А это как бы чего-то стоит. У него 3000 подписчиков. Вот. И поэтому мне кажется, что было бы круто, если бы они запустили какие-нибудь метрики, та же якобы нейроночка, которая возносит интересные проекты, как вот Янекс Огонек. Вот в ВКонтакте Огонек. Мне кажется, это было бы круто. Но я опять же не знаю. Давайте переместимся к центру сцены. Вот сюда. И потому что вопрос следующий. Сливай. Вы оценили терпение человека из Postgres Community? Так, вот сначала слева, снизу, пожалуйста. Привет. Спасибо за доклад. У меня такой два вопроса небольших. Почему сегодня в обуви? Я подготовился. И второй вопрос. Я, в принципе, понял, как развить свой open-source проект. Нужно больше писать о нем и все такое. Как насчет того, как найти новых ментейнеров для своего проекта? Потому что бывает то, что ты развил проект, у тебя очень много ишу накапливается, в основном от индусов. Обычно очень простых. И ментейнеров, и тех, кто хотел бы… Как создать сообщество вокруг своего open-source проекта? Спасибо. Слушай, хороший вопрос. Как раз носить время. Первое. Не индусов, а джуниоров, разработчиков. Нет, подожди. Про обувь сначала скажи. Про open-source зарабатывает, поэтому ты не босиком. Блин, на холле было жутко холодно. Черт, я пожалел. Кучу раз. Я испугался в этот раз выступать. А при этом до этого, когда я выступал босым, было постоянное тепло. Я не знаю, как так работает. Видимо, надо спрашивать оргов, насколько будет тепло на полу в этом. И я не проверял в этот раз. Не успел. Отвечая на твой вопрос, тут есть куча разных интересных вопросов. Во-первых, если у тебя постоянно задаются ищи с вопросами, то это, скорее всего, говорит не о том, что куча джуниоров пытается тебя что-то спросить, а что документация плохая. У меня есть следующее правило. Если мне задают вопрос, даже вопрос, даже глупый, то он должен закончиться каким-то коммитом в проект. Потому что, если пришел один такой вопрос, то как минимум 10 человек, а если не 100, не написали об этом. А во-вторых, если тебе один раз написали, тебе напишут еще. И это немасштабируемо. Поэтому, например, самый лучший способ, это, например, если они что-то не разбираются, у нас был, например, случай, у нас пост-тсс, у него там есть плагины и парсеры. И люди в этом путались и начали использовать парсеры как плагины. Но проблема же не в них, не то, что они глупые. Проблема, на самом деле, в нас не существует глупых пользователей. Существует плохой девелопинг-экспириенс. Поэтому мы сделали проверочку, которая проверяет, не парсер ли это. Если это парсер, пишет текст в консоль, что типа, чуи, это не так используется, вот так это надо использовать. Или, например, там у нас была история, когда неправильно забывали добавить парсер как раз. Мы смотрели, если файл сас, и у нас ошибка синоксическая, то, скорее всего, он забыл его добавить. А если нельзя это прямо в коде сделать, то лучше всего хотя бы сделать часто двумя вопросов в документации. У нас там в фото-префиксере приходило куча людей с очень глупыми вопросами, особенно когда вэпак нас кинул к вопросу о том, как звездочки влияют на вашу поддержку. И неправильно подключил автопрефиксер. Нам постоянно, каждую неделю приходили пользователи, мы писали вэпак, а им все равно. Вот, например, у вас так будет, если вы будете ориентироваться на звездочки, а не на нормальные метрики. Вэпак ужасно поддерживается, и это прям все очень плохо. И, соответственно, мы написали просто в релизме, вот, если у вас такая-то проблема, вот это нужно делать. Дальше интересный момент. Выгорание. Действительно, когда приходит куча иши, и ты не успеваешь на них отвечать, ты такой потом думаешь, блин, я забыл ему ответить, какой я плохой мейнтейнер. А депрессия снижает производительность. И ты еще меньше отвечаешь. И это заканчивается вот просто вот таким, я называю это круг круг стыда, который типа сжигает мейнтейнеров. И мой совет следующий. Во-первых, не нужно, типа, очень редко, ну, типа, тебе не нужно писать им код. Тебе нужно просто сказать, что ты их увидел. Я, например, очень часто пишу, что ребята, извините, я бухой, я сейчас не могу ответить, протрезвею через неделю. Бингони, если я забуду. И вот так ответить нормально. Главное, чтобы человек услышал. Типа, тут это не твоя проблема ему объяснить. Это не твоя проблема написать код. Твоя проблема просто с ним поговорить. Если он что-то хочет, пусть сам пишет. Вот мой главный ответ. Если он не разбирается, и это, например, проблема с environment, пошли у нас так оверфлоу, это тоже нормально. То есть ты никому ничего не обязан, нормально отправить их дальше. Но если действительно проект стал тебе неинтересен, как я говорил, не делайте open source проект, если вы не хотите ничего не изменить, не мучайте себя, не сжигайте себя, то в этом случае мой подход следующий. Я создаю ищу, где я очень подробно расписываю, в чем плюсы майонтейнити этот проект. Обманываю, что он даст им большую популярность. Дальше. Когда люди пишут мне ищу, я им говорю, слушай, спасибо же ищу, но проект закрыт. Если ты хочешь вот эту штуку исправить, то пришли мне pull request. Если он поставит нормальный pull request, и я проверяю, что он адекватный чувак, а не какой-нибудь там спамер, который хочет перехватить твой проект и там вирусняк опубликовать, то в этом случае я просто типа не хочу быть майонтейнером, потому что если чувак публикует pull request или ищу, то у него как минимум уже есть мотивация, у них бизнес может быть завязан на этом проекте. И вот то есть ищу это самый лучший способ найти другого майонтейнера. Вот такой ответ. Следующий вопрос. Наверху, пожалуйста. Добрый день, спасибо за доклад. Меня зовут Николай, МТСТ. У меня такой более общий вопрос. Расскажи, пожалуйста, про самую успешную свою историю развития open source по проекту и самую неуспешную и почему она была неуспешной. Спасибо. О, неуспешных я могу очень много рассказать. Например, мы запилили реально хороший прорывной проект с излимитка, который как линтер, но проверяет размер вашего дюоскрипт-библиотеки или дюоскрипт-приложения. И я такой подумал, ладно, я сейчас напишу хорошую статью и всем разошлю, чтобы они ее распиарили. Ну, со статьей. Пока я писал статью, другой парень написал такую же идею, но, честно говоря, я считаю, например, так хуже. Она там не работала под старыми нодами и так далее. И его все распиарили. Вот как бы. Опоздал буквально на 3 дня и все потерял. Самое обидное, что вот типа, а, с другой стороны, самая интересная, успешная история, она связана с нано-библиотеками. Вот нано-ид и старион. Это фреймворк, ну, последний для, типа, замена редакса на 173 байта и, соответственно, библиотека, генерирующая случайные идищники, тоже там на 200 или на 100 байт. Так вот, я не собирался это никогда пиарить. Я это запилил для решения маленькой задачи в логаксе. И пошло. Само. Старион, блин, я по фану его сделал. Ну, мне нужно было на одном проекте, мне было вломать, тащить 5-килобайтный редакс ради там проекта на проекте, который сам пряг 5 килобайт. И, ну, я, типа, я сделал проект, надо им рассказать. Все, теперь уже огромная комьюнити, у нас отдельная организация, у нас уже там целый набор разработчиков, которые пишут рожденные модули. Пам-пам. Теперь справа, пожалуйста. Козуля, привет. Всем привет. Меня зовут Козуля, как вы догадались. Год назад я похожий вопрос задавал Сереже Попову, когда мы обсуждали Naim Juno. Ага. Тебе не кажется, что решение проблемы путем мы сейчас все навалимся с копом и все станет хорошо, не очень реалистично. Может, стоит, вот как ты до этого говорил, идти через компанию, ну, потому что, если вот Alibaba скажет, что все, мы отказываемся от React, а сейчас будем использовать только наши локальные фреймворки, то это чуть более поможет выбраться из стагнации. Слушай, проблема, хороший вопрос, проблема тут довольно сложная. Дело в том, что, во-первых, это доклад не про конкретное решение. Предлагаю конкретные шаги, но я, честно говоря, действительно не очень верю в то, что мы действительно соберемся и вытащим себя за волосы из болота, но это доклад, который как минимум поднимает проблему. Поэтому главная задача была поднять проблему, показать направление движения и как минимум уже дальше в видеологии сформировать, может быть, более хорошее решение. С компаниями все очень сложно. Вот, например, есть Яндекс, который делает полностью свой стэк. И они, собственно, такие проекты закрыты, они умирают. Требуется реально большая поддержка. Facebook, если бы не рассказала про свой React, они бы уже, наверное, сейчас перешли на Angular, потому что их бы задавило бы. Как там Яндекс переходит на React? Проблема в том, что пробовали, не фартануло. И тут, видишь, в чем проблема? Это же вот как все про страхи, оно же в головах. И если компания тебе говорит, ты в этом не поверишь, ты просто будешь считать, что эта компания идиотская, что мы не используем новые прорывные технологии. Там куча ребят, которые хотели бы использовать Svetl, которые реально очень интересные, имеют кучу интересных решений, не имеют кучу проблем с производительностью, как React, они не могут его делать, потому что как раз компании не хотят, потому что они верят, что не найдут разработчиков, потому что мы же все такие, ой, идти в компанию, где нету React, зачем это нужно? Я же не буду работать на фреймворке с кучей звездочек. Вот, поэтому я считаю, что вот так. Ну, давай обсудим на автопатии. Хороший тезис. Спасибо за доклад. У меня очень похожий вопрос. Я здесь, я здесь. Спасибо. Да, у меня очень похожий вопрос. Мне кажется, что вот компании, они замыкают вот этот крок хайпа, то есть когда изначально разработчики как-то получают звезды, набирают популярность, и потом фреймворк или технологии становятся популярны, а потом компании начинают поддерживать. И сейчас, например, во фронтенде компании предпочитают React, потому что React разработчиков много, и взять какой-нибудь непопулярный фреймворк, и потом где ты будешь искать разработчиков. Клиенты приходят к компании, хотят делать свой продукт и хотят использовать популярные технологии, чтобы если они перейдут к другой компании, они там могли найти разработчиков, и крок замыкается, 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 и… Ты полностью прав. Да, действительно, проблема в том, что вот мы замыкаем крок, и виноваты все. Но дело в том, что компании, это очень хорошая теория, которая позволяет анализировать макроэкономические параметры, но компании нет в реальном мире. Вот там среди, здесь нету компании. Я там не могу подойти к букингу и набить им лицо за плохой интерфейс. Есть люди, и люди принимают такие решения. И дело в том, что это тем лиды, которые сидят в компаниях. И именно они принимают такие решения. И дело в том, что всегда надо, мне кажется, начать с людей, потому что компания состоит из людей. Потому что, например, людей в букинге я очень люблю, в отличие от их интерфейса. Ну вот как ты считаешь, что должно произойти, чтобы компания отказалась от популярной технологии? Например, вот мы использовали React, использовали, использовали, а наступил новый день, и мы решили, все, React больше у нас не будет. Ну, важный момент. Я не против React. React очень хорошая, интересная идея для своего класса задач. Проблема в другом, что мы используем React по умолчанию. Что мы делаем сайт, на чем? На React неправильно. Какой сайт? Статичный, не статичный? Как много динамичного контента? Какие клиенты будут? И, соответственно, мой тенденц о том, что нужно выбирать. Если компании начнут выбирать фреймворк под задачу, то тогда мы что-то изменим. И скажу прямо, блин, взять React разработчика и переучить его на Svetl не тяжело. Скажем, даже веселее. Есть бывший марсианин, который делает сервис видео на Erlang. Erlang. Один из не очень популярных языков, хотя на самом деле он очень крутой. Там куча революционных идей. Там веб-воркеры сделаны по реплике того, что придумали для Erlang. Так вот. Кожур скрипт в ту же копилку. Да, да. Там очень много хороших идей. Так вот. Они, значит, не пытались искать Erlang разработчиков. Они брали обычных системных разработчиков, потому что, честно говоря, сменить язык несложно. Нам нужно перестаться боять менять фреймворки. Это реально не так тяжело. Это не учить заново фронтенд. Это просто выучить новый API, новые практики и так далее. Я пилил свой React проект, не зная React, изучая его по ходу. Соответственно, я точно так же могу делать, разрабатывая на светле. И отдельная история там про стареон, который пил в месяц разработка сайта. Тоже нормально все. Типа, это не так плохо для бизнеса, как это кажется. Я уже молчу про то, что Genove все равно нужно интегрировать. И на самом деле интеграция Genove длится месяц, а обучение с одного фреймворка на другой длится неделю. Вы все равно будете проверять его код-ревью, вы все равно будете навязывать на него свои практики. Вы не заметите того, что вы переучиваете с одного фреймворка на другой, потому что то, как вы используете React, например, сильно отличается от того, как React используют другие, и вам все равно нужно его переобучать. Вот такой мой подход. Спасибо. Да, привет. Я как раз тот человек в нашей компании, который принимает решения. Поэтому мы пишем на Svelte. Так что всем советую. Молодец. Да, и собственно, такой вопрос. Так все-таки почему, как ты считаешь, Svelte это лучшее, что есть во фронт-энде сейчас? Опять же, мой тезис в том, что есть разные задачи. Подожди, подожди, смотри. Начни с того, что, во-первых, потому что от него тащатся такие пацаны. Хорошая идея, да. Молодец в том, что не существует идеальных решений. Я не призываю заменить React на Svelte, потому что мы просто повторим колесо. Как там? Заменим Ланнистеров на Таргариенов. Все же смотрели конец, да? Я не спойлерил. И смысл в том, что мы должны выбирать исходя из контекста. И поэтому Svelte хорошо подходит для определенного цикла задач. Svelte в чем интересен? Это не фреймбург, это компилятор. Дело в том, что за последние лет пять произошла огромная революция в компиляторах. Мы научились сделать, например, более умные компиляторы. Все это пошло с Хаскеля. Мы смеялись, там типа задроты математики, а на самом деле там применялось очень интересный подход. И, соответственно, Svelte, он не там нету библиотеки. Он просто по-особому компилирует ваш JavaScript, определяя, в какие места дома вы пытаетесь что-то вставить, и тем самым прямо туда подключая ваши билдинги. Поэтому у него нет необходимости в виртуальном доме. А производительность примерно та же. Вот как бы плюс Svelte. Но, опять же, его не нужно использовать всегда, потому что если у вас действительно огромное веб-приложение с кучей внутри взаимодействующих данных, то у Svelte пока недостаточное количество практики по организации кода. И они, может быть, туда дорастут, но я считаю, что Svelte хорошо подходит для лендингов, он хорошо подходит для простых сайтов, для простых приложений. Скажем так, если пользователь создает у вас данные, то вам нужна, скорее всего, огромная архитектура. Если пользователь у вас получает данные, то вам не нужен React. Если у вас три странички, ну, типа, пусть он создает данные, но тремя страничками, то вам, скорее всего, тоже React не нужен. Вам реально будет гораздо проще использовать другие разработки. И лучше будет вашим пользователем. Так что смотрите по задаче. Выбирайте, исходя из контекста. Но вот как ты считаешь, как ты отреагируешь на такую мысль, что нам нужна не большая тройка, а фантастическая четверка вместе со Svelte? Проблема в том, что никакой даже тройки нет. React полностью доминирует. То есть все остальные просто прячутся по углам. И самое смешное, не потому, что React такой. Например, в Китае оборотная ситуация. В Китае Vue по центру, а все вокруг по кругу. Например, приходите на работу, а что у вас? React. О, а что так? А что не Vue? Потому что разница это не какое-то. Одинаковые компрометарные фреймворки. Просто React пришел у нас впервые, занял весь рынок, а у них Vue пришел впервые. Поэтому никакой тройки нет. У нас огромное доминирование. Если бы была тройка, то как раз бы это было то, к чему я хотел бы. Даже хотя бы тройка. Спасибо. Кому? Подарим книжку за лучший вопрос после того, как прозвучит последний вопрос. Давай последний вопрос. Вот тебе надо определить. Привет, я Дима. Я писал на JS еще в Doge Query эпоху, а потом ушел в менеджмент и периодически слежу за новостями. Было несколько кейсов интересных, когда один чувак убрал свой модуль из репозитория. По-моему, это был лев, пада, у всех все посыпалось. Потом была история, когда другой чувак отдал мейнтейнеру проект, а тот начал его заражать, ну, грубо говоря, включать маловарный код. Еще была история, одна статья на хабре, парня, который выкладывал на гитхаб, насколько я помню, чистые исходники, а, соответственно, фуссированные в МПМе готовые. У него лежала тула, которая, по-моему, параллельно со своей основной задачей сканила поля обвода кредитных карт. Вот вопрос, собственно, ну, большая часть доклада была посвящена выбору фреймворков. Вот, собственно, как детектировать такие риски, как от них защищаться, не очень понятно. Очень хороший вопрос. Проблема в том, что об этом никто не знает. Скажу честно, вот мы хайлим в МПМ, типа она небезопасная, хотя МПМ сделали гораздо больше. Я просто еще параллельно и в Рубе делаю разные вещи, и я понимаю, что я вот в Рубе могу положить весь, а МПМ нет. Дело в том, что МПМ в целом это занимается сейчас, и у них есть куча интересных решений. Они, во-первых, все МПМ-пакеты запускают, ну, по крайней мере, у них есть такой проект, запускать их в виртуалке и смотреть, не происходит ли считывание жесткого диска. Второй момент у них, нам нужно всем переходить, конечно же, на двухфакторную авторизацию. Я не пускаю в свои open-source проекты людей, у которых не включена двухфакторная авторизация, потому что я не самоубийца, у них учет, как утекло у ESLint, не из-за того, что он, как раз, использовал слабый пароль, ну, утек, знаете, использовал этот же пароль где-то на другом сайте. А если бы была двухфакторка, она бы защитила. Тем не менее, проблема в том, что пока вы импортите что-то, у вас проблема остается. И пока у нас огромное дерево зависимости, это никак не контролируется. К сожалению, я не знаю решения. Хорошая тема обсудить на автопатии, но я не уверен, что вообще кто-то это предложит, потому что я говорил как раз с человеком, который занимается безопасностью в NPM, они много всего делают, но вот не защититься от этого. Вот никак. У них есть куча вещей, они очень быстро все это обнаруживали и очень быстро откатывали. Поэтому повреждения были относительно маленькие. Но это не универсальное решение. Скорее, блин, вот я не знаю. Любой человек может сойти с ума, вставить бледеносный код и заставить всех страдать. Это очень легко. Отлично. Кому книгу подарим? Конечно же парню, который пишет на свелт. Он заслужил. Спасибо, друзья. Андрей, спасибо. Спасибо.